7 ноября день Великой Октябрьской социалистической революции до 1991 года отмечался как главный праздник страны. Потом он превратился в день согласия и примирения. А в 2005 году памятная дата красным днем календаря быть перестала. Но не для коммунистов. Праздничное шествие под красными флагами двигалось по проспекту Ленина. От площади Ленина до площади революции. Там мероприятие продолжилось митингом. Возможно это последний год, когда праздник революции отмечается на одноименной площади. Когда мы разговаривали с администрацией, они так кокетливо сказали, что ну мы в честь 95-летия вам еще даем разрешение, а там посмотрим. Серьезные опасения. Вполне возможно. Что касается применования площади революции, ничего перед ними. Если мы не организуем референдум, не будем бороться, конечно. Дальше они пойдут. Будут двигаться дальше. Отстоять проспект Фридрих Энгельса у коммунистов не получилось. КПРФ была единственной партией, которая поддержала горожан, не согласных с переименованием. А потому громогласно все остальные партии красные объявили антинародными. 8 сентября будут выборы в Ивановскую областную думу. Так вот давайте все, кто здесь сегодня сидит, от одного человека к другому придадим. Нам какая власть нужна? Власть, которая отражает интересы народа. В этом году Октябрьской революции юбилей 95 лет. Однако настроение не совсем праздничное. Коммунисты недовольны современной властью и призывают народ снова ее свергнуть. Неизвестно, опасается ли власть нового натиска красных, но козни, по мнению коммунистов, строит беспрестанно. Я был на последнем пленуме ЦК КПРФ и секретарь ЦК КПРФ Рашкин говорил о том, что сейчас всяческими путями хотят устранить нас с политического поля и даже выдумывают казачью партию Российской Федерации. Зарегистрирована она или нет, у меня сейчас нет такой информации, но что это выпестовывается в президентской администрации, это абсолютно точно. На площадь революции вышли около 300 человек. В основном это Старая Гвардия. Молодежи в партии пока немного. Однако, если брать во внимание протестную гиперактивность ивановских коммунистов, можно предположить, что сторонников у партии будет прибавляться.